Сегодня 26 июня 2021 года. Суббота. Субботний вечер, 7 часов вечера. Город Девногорск Красноярского края. Вот это вот очередная бытовая зарисовка, скажем так, срез времени. Вот так вот выглядит субботний вечер в городе Девногорске. Я сейчас, я вернее часто катался по городу, показывал город и чтобы самому не напрягаться, не напрягать свои голосовые связки, я включал музыку. И мне, не только мне, и всем моим зрителям это очень нравилось, что вот вроде как и город, и музыка хорошая. И вот, но когда-то, но однажды YouTube заинтересовался моим каналом, и у меня порядка 20 моих видео, ну не заблокировали, конечно, но поставили ограничения авторские права, чужие авторские права, каким образом? Чья-то музыка. Это называется нарушение авторских прав. То есть музыка какая-то есть, и как бы видео уже под санкциями. А так как я этого не хочу, с какой стати, могут даже и канал закрыть запросто. Тем более, что это даже будет не человек какой-то там с YouTube, а это будет этот компьютер. За нарушение отключат. А вот сейчас вроде как поехали, поехали. Почему сейчас здесь будет такой крюк-крюк, я скажу. Ну, мы поехали, значит, уже домой, но супруга вспомнила, что нам нужно кое-что купить в магазине. И вот мы поехали в магазин, развернулись. А так как у нас площадь, это центральная наша базарная, богата магазинами, то мы туда и поехали. Ну, во-первых, рыбу я люблю очень. Середку за 80 рублей у Кати покупаем. Мы ее уже, я ее и варю, и соленую ем. Ну, очень она мне нравится. И жарю тоже. И вот мы поехали. Так, смотрю, у меня окно, конечно, лобовое, лобовое стекло, конечно, у меня, я тебе дам. Надо ее было помыть, его. Надо было помыть. Ну, помою, извиняюсь за лобовое стекло грязное. И вот мы поехали в магазинчик. И ходили минут, наверное, 15. Может быть, не больше. И вот, знаете ли, дождь такой. Такой, знаете ли, хороший дождик. Еле до машины добежали. И вот мы вот так вот попали в этот дождик. Погода такая, как говорит моя жена, как на югах. Солнце, потом дождь, потом опять солнце. Ну, тепло еще. Пока что тепло. А, тут еще прошлись по магазинам. Ну, и как бы, что меня кольнуло, не кольнуло. Сахар подорожал. Вот помните, у нас там президент, понимаешь ли, пяткой себя в грудь бил, что мораторий на цены объявит. Все верно. Объявил. И вот уже мораторий прошел. То есть президент ни разу не заврал у нас по поводу сахара. И вот мораторий, он, скажем так, закончился. И сахар теперь стоит, обыкновенный сахар стоит, 50 рублей 79 копеек. То есть ровно на 10% подняли. Цену на 10. А сколько? А сколько? Не мешай мне, солнышко, я тут разговариваю. Был 70, 46 был, сейчас стал 50, 79. Вот это у нас западные отроги восточных стоян. А это наш православный храм. Смотрите, как красиво. Еще дождик такой, знаете ли, идет. И вот деревянный, деревянная церковь. Красиво, красиво. И вот посмотрите сейчас, как тоже красиво. Как смотрите, какая радуга. Дождик еще идет, солнце. И вот радуга, над городом радуга. Какого она цвета радуга? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это детская сказка. Ой, сказка, как говорю. Поговорка для определения цветов радуги. Вот так вот, красиво. Красиво. А, так что я начал говорить-то поначалу про, про эти, про видео-то, 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 про видео, которое я озвучивал с помощью чужой музыки. Так вот, вся эта музыка, она теперь чья-то, она чья-то. Даже у меня было такое, что я Шопена, скажем так, поставил музыку Шопена и заблокировали. Почему? А потому что Шопен умер 200 лет назад, но есть наследники его и есть исполнители, которые исполняют эту музыку. Это их собственность. И раз, и все. Поэтому вот то, что я болтаю, это моя собственность. А то, что вот звучит, звучит на, на радио в моей машине, это уже чужая собственность. У меня тоже одно, одно видео заблокировали, заблокировали тем, что радио звучало в машине. И все. И искусственный интеллект определил это, эту песню. Нашел автора, нашел авторские права. И, скажем так, поставил у меня ограничение, что авторские права на эту песню принадлежатым тем-то, тем-то людям. И там прям так написано все, тем-то, там тому-то, тому-то. Правообладатель такой-то, такой-то. Вот сейчас мы выезжаем из города Девногорска. И посмотрите, какая радуга. Какой простор. Как все, как все помыто, вымыто этим летним дождиком. Ага, пискнуло у меня. Просто мы поехали дальше. Угу. Вот. Ой, как хорошо. Сегодня теплый, субботний, летний вечер. Вот. Ну, про Сахар и рассказал. Про музыку. С авторскими правами рассказал. Про что еще рассказать. В дороге. О чем мужчины говорят в дороге. Да и вообще, о чем говорят мужчины. О женщинах. О работе. О политике. Ну, давайте говорим о политике. О здоровье. О здоровье давайте поговорим. Подожди. Подожди. Я озвучиваю. Подожди. И так вот. Так вот теперь что. Как я делаю теперь, чтобы не быть по поводу авторских прав, да, под санкциями. Я просто стираю всю полоску, которую я говорю. И потом сам наговариваю все это. Вот сейчас мы покидаем город Дневногорск. Вот видите, раз. И мы выехали из города Дневногорска. А потом я опять включил видео, потому что просто не удержался. Не удержался. Знаете, такой простор. Знаете, ездишь почти каждый день по этой дороге. Может быть, глаз немножко замыливается. Наверное, и вы выездите тоже. Глаз замыливается. Но посмотрите, как красиво. Как красиво. Небо. Вымытое дождем. Облака. Потому что дождь какой-то идет небольшой. Дорога не пыльная. Хорошая дорога. И вот это вот. И дорога идет вдоль Енисея. И вот все это красиво. Все это красиво. И прям не хочется не говорить ни о чем. Ни о болезнях, ни о политике. Просто не хочется мне портить это впечатление. Ну что, коронавирус у нас опять будет свирепствовать. Третья волна идет. Ну, я думаю, что мы все переболеем. Мы же болеем гриппом все. Вот и коронавирусом переболеем. Да, много-много людей болеет. Чтобы кто-то умирал. Ну, наверное, есть. Ну, так ведь и от гриппа умирают люди. То, что это начало сейчас. Ну, начало потому, что выборы скоро в Государственную Думу. В сентябре месяце. И вот надо немножко всех настрополить. Чтобы пошли стройными рядами. Мой канал называется «Предпенсионер» Вениамин Рыбаков. То есть, собственно говоря, то, что я предпенсионер, это, скажем так, мое отношение к пенсионному, к увеличению пенсионного возраста. Или, как называется, или к отмене пенсии. Поэтому, так вот. Я просто вспоминаю, когда я последний раз голосовал за президента. Нынешнего президента. Я, знаете ли, даже был в другом регионе. И как, как сказать, как человек пошел и записался. И проголосовал за него. Его даже, по-моему, напутали, даже поскандали немножко на участке, что меня напутали, понимаешь ли. Поменяли Красноярский край на Краснодарский край. Вот так вот. Потому что хотел, чтобы выбрали его. Потому что он много-много говорил, что если его выберут президентом, то он не увеличит пенсионный возраст. Ну, нет, нет таких предпосылок. Только за это я за него и проголосовал. Ну, побери, я вот как на пенсию собирался. А вот он вот так вот меня обманул. То есть это моя личная обида. Не обида даже, собственно говоря. Не обида, это какая-то обида. Это мое личное недоверие. Почему это? Я собирался на пенсию. Мне скоро будет 59 лет. Оказывается, мне еще 5 лет надо работать до пенсии, которую я выработал. Давно выработал. Советский стаж у меня есть. И так, значит, по телевизору потом извинился. Типа, ну извините, вот по-другому никак нельзя. Вот никак нельзя по-другому. Вот все объяснения за 5 лет моих лет. Кроме моего канала, у меня еще есть страница в Одноклассниках. Называется она Девногорск. Там общаемся с людьми и своих, скажем так, мыслей не скрываю. И одна женщина, такая очень активная, обозвала, как она пыталась, сказала, что назвала мою страницу Девногорск-кочка. Типа, я со своей кочки, понимаешь, сужу о таких глобальных вещах, как пенсионная политика грабадной страны. То есть, мои такие личные, такие хотелки, как она сказала. Ну, извините. Это мои личные, это та самая рубашка, которая ближе к телу. И почему я не должен о своих интересах думать? Я немножко не понял этого и сказал я об этом. Да, это мои интересы, они ближе мне к телу. Это, может быть, действительно мои личные, мои интересы. И за какие-то там, за великую страну, за империю я вроде как не готов отдавать еще пять лет жизни своей. Вернее, четыре года жизни. Я собираюсь на пенсию в пятьдесят, в шестьдесят четыре года. Ага, ну сейчас заедем, заправимся еще. Дело-то нужное. Без бензина не поедешь. Да, и еще. Я тут как-то пошутил. Да, две проблемы в России. Нет денег и нет парковки для машин. Всего доброго.